В эфире телерадио компания Шебекина, в студии Алексей Коновалов. Здравствуйте! 10 марта в зале заседаний администрации Шебекинского городского округа состоялось тематическое мероприятие. В этот день там собрались работники медицинской отрасли. Работники здравоохранения – это люди поистине с большим и добрым сердцем. Сегодня они на передовой в борьбе с мировой пандемией. Здоровье сегодня превыше всего. И вы видите, что сегодня с учетом пандемии вы все стоите на передовой. Вы первые, к кому обращаются наши жители, у кого-то температура или еще что-либо. И только вы своим квалифицированным советом, не просто советом, а может даже в некой беседе, да, успокаиваете людей и даете им какую-то определенную надежду, что все будет хорошо. В чем я всегда уверен. В условиях пандемии я считаю, что мы проходим, еще не прошли, да, проходим этот период, или это напасть, в принципе, на фоне области выглядит довольно-таки неплохо. Владимир Николаевич отметил, что повышение доступности медицинской помощи на селе стало важной частью федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта здравоохранения. Для меня очень важно, чтобы офис семейного врача был не только каким-то лечебным заведением на селе, а для меня очень важно поднять сам статус семейного врача, руководителя ФАПа. Ведь вы сегодня являетесь, население просто доктором, а вы являетесь сегодня населением каким-то центром притяжения для ваших жителей. То есть сегодня потихонечку люди начинают идти в село. Это очень отразно. Но чтобы человек пришел в село, ему нужна та же инфраструктура, в принципе, которую он привык в городе. Сельский дом, культура, обязательно школа, детский сад, ну и... А все это связывает, вот в моем понимании, это медицина. Если человеку стало плохо, если проявляется какая-то болезнь, он обязательно идет к своему доктору. И сегодня узнаваемость доктора на селе, я считаю, она должна приближаться к 100%. Каждый житель своего села должен, городского округа или там отдельного взятого района в городе, он должен принимать своего семейного врача. И по любому поводу у вас должна быть вот такая 24-часовая связь с вашим населением. На встрече состоялось подведение итогов конкурса офисов семейных врачей и фельдшерско-акушерских пунктов Шебекинского городского округа за 2020 год. В прошлом году мы инициировали данный конкурс, которым мы сегодня подведем итоги, когда мы с главврачами общались, что в обязательном порядке нужно поддерживать медсообщество на селе. И вот этим конкурсом моя основная задача была поддержать вас, поддержать вас как не только руководителей, как не только докторов, но и в личном плане. Победители и призеры конкурса определялись в двух номинациях – «Лучший офис семейного врача» и «Лучший фельдшерско-акушерский пункт». Шесть победителей и призеров награждены сертификатами на денежное поощрение в общей сумме на 1 миллион рублей, которыми учреждения смогут распорядиться по своему усмотрению. Те денежные средства, которые вы сегодня, сертификаты получите, я считаю, что вы должны направить именно по-своему усмотреть. Вам видны изнутри, что нужно делать. Вы больше знаете про проблематику населения. Вы больше понимаете, что нужно вам для комфортной работы. Пожалуйста. Лучшими в округе стали офис семейного врача номер 682 Большотроицкой районной больницы и Первострелицкий фельдшерско-акушерский пункт. Больше месяца радовали посетителей Дворца культуры замечательно работают народных мастеров Белгородской области, руководителей студии декоративно-прикладного творчества Шебекинского дома ремесел Натальи Медведевой и Татьяны Бутаковой. 10 марта состоялось закрытие выставки. Наш следующий репортаж с места событий. Творчество обладает целительным действием само по себе, поскольку дает возможность выразить и заново пережить какие-то эмоции. Оно успокаивает, освобождает от негативных моментов и повышает энергетику, создавая некую ауру, уютную зону, где можно остаться наедине с собой и своими мыслями. Наталья Николаевна Медведева с 2015 года увлеклась техникой «масляная живопись». Самобытная художница работает в нескольких жанрах – натюрморт, пейзаж. Красочная, оптимистичная живопись автора отображает многообразный мир природы, призывая к созерцанию и размышлению. Мне очень нравятся пейзажи нашего края, поэтому я стараюсь запечатлеть эти места нашего района. Очень люблю фотографировать, возможностей нет ходить, но как на пленэр у меня времени не хватает. Поэтому я сама люблю много фотографировать и эти моменты запечатляю в своих работах. Мастерица Татьяна Викторовна Бутакова Для настоящего мастера его творчество – не просто любимое увлечение, а состояние неугомонной изобретательной души. Только при этом условии, самые смелые и нестандартные задумки, человек способен воплотить в диковинные удивительные вещи. Тогда ему эта работа дарит от раду наслаждение, а окружающим – радость и восторг. Работы в технике лоскутного шитья, изделия в технике декупаж, мягкая игрушка не оставляют равнодушным никого, кто знаком с творчеством мастера. Директор Дворца культуры Александр Григорьевич Прокопчук на закрытии выставки поблагодарил мастеров декоративно-прикладного творчества. Уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за ваше потрясающее творчество. Я думаю, за свою жизнь вы услышали уже такое количество слов благодарности в исключении вашими работами, что сегодня мы вряд ли что-то новое добавим. И если хочется вам еще раз огромное спасибо сказать за сотрудничество, за то, что вы свои уникальные работы соглашаетесь вот так на безвозмездной основе выставлять в наших учреждениях культуры. Я уверен, что выставка в ДК у нас не первая, не последняя, да и вообще по нашему городскому округу ваши работы, наверное, гастролируют гораздо ярче, чем вы и сами в этих разных поселённых пунктах. Занимаясь рукоделием, человек соприкасается с историей и сохраняет тот или иной вид для следующих поколений, а заодно и оставляет частичку себя на этой земле. 13 марта на территории Нежигальпарка традиционно с размахом шебекинцы отметили один из самых любимых русских праздников – Масленицу. Для гостей и жителей округа были приготовлены веселые развлечения и вкусные угощения. Работала выездная праздничная торговля, желающие смогли отведать вкусные блины, шашлыки и сладкую выпечку. Народное гуляние открылось концертной программой с участием творческих коллективов и солистов Дворца культуры. Праздник продолжился театрализованным представлением «Масленица хороша, широка её душа». Для гостей были организованы спортивные состязания «Стрельба из лука», «Старинная забава», «Ледяной столб». Работали игровые площадки для детей и взрослых. Дима, ну-ка скажи, ты рад, что выиграл баранчик? Да. Ты ожидал это? Ну что-нибудь нам скажи. Поздравь всех шепекерцев с праздником. С праздником всех. С Масленицей. Желающие попробовали свои силы в конкурсе частушек, с удовольствием участвовали в весёлых играх и конкурсах, масленичных забавах, с розыгрышем призов, водили хороводы, танцевали и пели песни под караоке. «Ой, как жили Масленицей семь недель, семь недель, осталось от Масленицей один день, один день». Ярмарка изделий народных промыслов, зажигательная концертная программа от творческих коллективов Шебекинского городского округа украсили праздник, а весёлые игры и забавы подарили хорошее настроение и детям, и взрослым. Окончание девятого класса – это волнительный момент для любого школьника, ведь это пора определяться, продолжать обучение в школе или сделать шаг в пользу будущей профессии. В Шебекинском агротехническом ремесленном техникуме для воспитанников городских школ и их родителей прошло профориентационное мероприятие в рамках работы Центра инсталляции профессий. Подрастающие поколения – это очень важное звено для работодателей любой сферы, ведь уже завтра им осваивать металлургические станки, новейшие швейные аппараты или же заниматься IT-технологиями. Среднее профессиональное образование – это своеобразный социальный лифт для достижения поставленных целей. Это бесплатное образование, стипендиальное обеспечение, возможность поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕГЭ. К тому же много крупных предприятий вкладываются в обучающихся, что стимулирует их профессиональный рост. Пришедшие в этот день школьники стали участниками флешмоба профессий и специальностей, побывали на мастер-классах в учебных лабораториях, познакомились с базой для подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, поучаствовали в практических занятиях. Преподавателями техникума было отмечено, что школьные психологи, руководствуясь профориентационными методиками, во многом помогают молодежи определиться с выбором будущей профессии. Также они призывают родителей занять активную позицию в этом отношении. Специально для них работала дискуссионная площадка от работодателей, лабиринт профессий и специальностей, современный взгляд на рабочую профессию. Модный микс, сити-фермер, кухня мира – это далеко не все мастер-классы, где было шумно и интересно. Участники встречи научились делать объемный рисунок по трафарету, получили азы работы с электротехникой и электроникой и даже узнали, как определить фальсификацию молока в домашних условиях. Уже 19 марта в стенах техникума пройдет инсталляция профессий для воспитанников детских садов города. Дорогие шебекинцы и гости нашего города, мы вновь приглашаем вас на встречу с театральным искусством. 26 марта в зрительном зале Дворца культуры в 18 часов состоится спектакль Белгородского театра имени Щепкина по пьесе Бориса Васильева «Завтра была война». История одного класса, когда-то рассказанная советским прозаиком Борисом Васильевым, оказывается особенно актуальной в наше время. Время поисков новых идеалов и новой истины. А может быть истина всегда одна? Ведь именно так рассуждает героиня повести Искра Полякова, чье личностное становление происходит на наших глазах. Школьники 1940-го станут воинами в 1941-м. О том, какими они были, над чем смеялись, что читали, кого любили и чем жили, повествует новый спектакль Белгородского государственного академического драматического театра. При посещении Дворца культуры обязательно соблюдаем масочный режим и социальную дистанцию. Зрительный зал будет заполнен на 50%. Билеты по цене 200 рублей уже в продаже. Вся подробная информация по телефону 5-4-2-0-3. Уважаемые шебекинцы и гости нашего города! Хотите преподнести родным и близким необычные подарки? Предлагаем вам воспользоваться светодиодным экраном, расположенным на фасаде Дворца культуры. С помощью большого светодиодного экрана вы получаете возможность преподнести необычные подарки и сюрпризы своим родственникам, друзьям и знакомым. Разместите поздравления с днем рождения, с праздником, оригинально признайтесь в любви или поздравьте босса с уходом на пенсию. Представьте, насколько приятно может быть вашей семье, друзьям, коллегам или давним знакомым увидеть персональное поздравление именно от вас. Ваши поздравления на светодиодном экране увидят все шебекинцы, а мы всегда рады сотрудничеству. За справками обращаться по адресу улица Московская, 19 или по телефону 5-4-2-0-3. Уважаемые шебекинцы, в Муниципальном Дворце культуры на радость самодеятельным артистам и всем жителям Шебекинского городского округа появилась и уже успешно функционирует профессиональная, оснащенная современной аппаратурой, студия звукозаписи. В совокупности с профессиональным оборудованием и ответственным подходом к работе, все это даст качественное звучание и позволит решать самые сложные задачи и воплощать самые дерзкие проекты. Для многих сделать студийную запись очень проблематично. Мы приглашаем всех желающих воспользоваться услугами нашей студии. Здесь имеется высококачественное оборудование для записи вокальных и музыкальных партий инструментов, последующего их сведения и мастеринга композиций. Опытный звукорежиссер с высокими профессиональными навыками Константин Крючков поможет вам качественно сделать аранжировку песни во всех музыкальных жанрах, учитывая при этом современные тенденции музыкального рынка и ваших пожеланий. За консультацией обращайтесь в нашу студию звукозаписи. Подробная информация по телефону 8909-781-3678. Дорогие шибекинцы! Вы подали заявление в ЗАГС? Теперь точно известен день и время счастливого мгновения. Мы очень рады за вас и предлагаем основной пакет услуг торжественной регистрации бракосочетания в модельном Дворце культуры. Праздничная атмосфера, просторные залы с высокими потолками, колонны, большие окна, дизайнерское оформление. Скользя по паркету, вы будете чувствовать себя королем и королевой на настоящем балу. К услугам любящих сердец. Встреча молодых в нижнем фойе. Проведение регистрации работниками ЗАГС. Сопровождение торжественной церемонии бракосочетания камерным оркестром. Живое исполнение величальных песен фольклорным коллективом. Видеосъемка торжественной регистрации брака. Фотосессия молодоженов и гостей по дворцовом интерьере. Уверяем, что вы не будете разочарованы. Ждем вас в стенах модельного Дворца культуры. Приобрели автомобиль? Поздравляем! Но что теперь? Куда идти? Где получить номера? А если нужны права? Как оформить все документы? И как быть со штрафами? Разобраться во всем бывает трудно. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь многие автомобильные заботы вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Закончили автошколу и хотите получить права? Или вам необходимо восстановить или заменить водительское удостоверение? Оставьте заявку на портале, и вам останется только приехать за готовым документом. Нужно зарегистрировать автомобиль или получить номера? Оформите заявку на госуслугах и приезжайте к назначенному времени. Без очередей и суеты. Кстати, не забудьте о неоплаченных штрафах ГИБДД. На портале «Проверка и оплата» займет всего пару минут. Госуслуги. Проще, чем кажется. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Даниил Рябов, Владислав Змеевский, Зоя Войтова, Василий Починский, Анастасия Костоглодова, Елена Матвиенко и Алексей Коновалов. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok